Первый раз я её поцеловал на Новый год, с 57-го на 58-й. Это была такая хорошая погода. Шёл крупный, и медленно падал снег, хлопья большие. И я, так она мне нравилась, и мне очень хотелось её поцеловать, но я боялся. Но в конце концов поцеловал в щёчку. Рамуальд Простяков спустя 62 года, как сейчас, помнит свой первый поцелуй – Ниночку. Так мужчина и по сей день называет свою жену, он встретил на танцах. Говорит, сразу влюбился. Это была суббота, второй день после возвращения из армии. Тогда пара и представить не могла, как в дальнейшем сложится их жизнь. Ну, если откровенно, он мне совсем не понравился. Там все девчата были в восторге. И говорят, ой, Ромочка с армии приходит, Ромочка. Ну, думаю, что там за Ромочка, что все Ромочка, человек 15, все Ромочка. Он напоминает всё время вот этот случай, как шёл снег такой, большие хлопья. И он всё-всё вспоминает абсолютно. И говорит, я никогда этот первый поцелуй не забуду. И в щёчку поцеловал. Но, говорит, я думал, что ты меня ударишь, а ты как раз ничего не сделала со мной. 22 ноября Простяковы отпразднуют бриллиантовую свадьбу. За шесть десятков лет, признаются, бывало всякое. Как говорится, и в горе, и в радости. Между тем, глава семейства убеждён. Нина Петровна из той категории жён, которых именно дарит Бог. Она родила ему двух сыновей. Ромуальд Александрович рассказывает, как по работе порой приходилось уезжать на 10 дней. Возил туристов на отдых. Всегда скучал. Вспоминает, как стоял на берегу Чёрного моря и припевал. А я в Бобруйск домой хочу. Я так давно не видел Нину. Понимаете? Потому что мне хотелось домой. Я от неё видел только ласку. Если я уезжал, она всегда посмотрит, чтобы у меня воротничок был свеженький в рубашке. Она посмотрит, чтобы мне с собой обязательно покушать, дать. В крепких отношениях, признаются, семейство важны три составляющих – уважение, доверие и, главное, любовь. Сейчас в свои 84 мужчина испытывает проблемы со здоровьем. У него больное сердце. Про таблетки пенсионер постоянно забывает. Однако жена следит за каждой пилюлей и нежно называет мужа Ромочкой. Сама же Нина Петровна даже в 80 лет носит обувь на каблуке. Говорит, чтобы быть красивой для супруга. А он, в свою очередь, всегда и помогает по дому. А в данный момент вообще друг без друга нам плохо. Плохо. Я даже не представляю, как быть одному. Или ему, или мне. Мне очень страшно. А ведь к этому мы идём. Поэтому я хочу сказать, что лучше вдвоём вместе уйти. Пока смерть не разлучит, похоже, это и есть тот самый случай. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.